МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно же, мы не можем обойти стороной федеральную повестку, и я хотел было немного пообсуждать вчерашнюю тронную речь Путина, но, пожалуй, лучше всего смысл этой речи передал непосредственный участник событий, человек, который присутствовал в зале, очевидец случившегося, некий Владлен Татарский, даже не выйдя еще из Георгиевского зала Кремля, кратко, но емко передал смысл того, что так недолго объяснял россиянам Владимир Путин. Посмотрите, это всего несколько секунд, но там сказано, пожалуй, все, что подчеркнули фанаты Владимира Владимировича из его вчерашней речи. Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте сбоку. 12 октября, в четвертую годовщину своего пришествия в Белый дом, Ради Хабиров планировал многодневные пышные празднования с открытиями монументов, площадей, светомузыкальным шоу, обновлением сайта и много-много чем еще, но что-то пошло не так. Как известно, изначально планировалось открытие вот этого монумента Шеймуратову на Советской площади, которое бы сопровождалось роскошным светомузыкальным шоу, за которое бюджет Республики Башкортостан готов был выложить, внимание, 27,7 миллиона рублей. И вот в последний момент реализацию этого шоу отменяют. Мало кому известно, и БСТ, конечно, об этом не расскажет, что там уже был выплачен аванс в 7 миллионов рублей, и, судя по всему, этот аванс безвозвратно потерян. Но вот что есть, то есть. Тот самый день Хабирова, 12 октября, который вовсе не день Республики, а день Хабирова, это день его триумфа, день его возвращения не в багажнике, в Башкирию, будет праздноваться значительно скромнее. Тем не менее, миллиард без малого хвостика уже вбухан в Советскую площадь, там воздвигнуто вот это то, что воздвигнуто, трижды или четырежды уже поменяли там плитку и скамеечки, в общем, денег там, конечно, угрохано немало. Черный шамуратов на коне, вокруг белоснежные греческие колонны, но, в общем, все, что могли придумать и все, что вспомнили из краткого курса архитектуры, туда вдохали. Собственно, проблемы есть и с другими праздниками. Судя по всему, 450-летие Уфы вовсе отменяется. Федеральные деньги на возведение юбилейных объектов так и не получены. То, что начато, потихонечку сворачивается. На улице Октябрьской революции печально догорают исторические особнячки. И в пору памятникам 450-летия Уфы сделать две высотки в парковой зоне, которые все-таки вырастут рядом с разрушающимся госцирком. Собственно, на этом можно ставить точку. Праздников действительно становится все меньше. В последние месяцы госсобрание Крулта и Республики Башкортостан прямо фонтанирует законодательными инициативами. Мы помним вот эту законодательную инициативу про запрет распространения идеологии child-free. Теперь парламентарии Башкортостана шагнули дальше и глубже. Они внесли в Государственную Думу Российской Федерации законопроект о том, чтобы позволить заменять тюремные сроки уголовно осужденным гражданам на службу в армии, в дисциплинарных батальонах, непосредственно в зоне специальной военной операции. Причем параметрами этого законодательства, или вернее проекта законодательства, будет то, что подобную замену позволят совершать гражданам, которые совершили нетяжкие преступления. Один день боевых действий будет приравнен к 10 дням срока отсидки. И совокупно время пребывания в зоне специальной военной операции должно составлять не менее трех месяцев. Других деталей пока нет. Простой арифметический подсчет показывает, что 36 дней участия в боевых действиях заменят один год отсидки в тюрьме. Вопросов, конечно, к этому законопроекту огромное количество. Ну, помимо того, что господин Пригожин раскритиковал эту инициативу, понимая, что из-под него выдергивают картонку, есть еще и вопросы такие. Если человеку осталось сидеть, например, три года, или у него срок три года, его что, ровно через три месяца отпустят с передовой домой? То есть контрактники, мобилизованные, добровольцы, они останутся воевать, а этот пришел, три месяца, значит, там повоевал, остался в живых и ушел. Непонятно. Непонятно также, существуют ли риски того, что уголовники, люди по определению, ненадежные и асоциальные, повернут оружие не в ту сторону. Во времена Великой Отечественной войны, когда тоже происходила мобилизация уголовного элемента в штрафбаты, существовала практика заградительных отрядов. Это когда доблестные сотрудники НТВВД с пулеметами стояли за спинами штрафников, и вариантов было только два, да, то есть либо в атаку на немцев, либо, значит, под пулеметный огонь НКВДшников. Таким образом, сдерживалась инициатива уголовников с оружием, что-то сделать не так. В данном случае, сейчас эта практика тоже будет повторяться, или у нас уголовники теперь какого-то другого сорта? Не знаю. То есть это один из открытых вопросов. И, конечно же, есть вопрос такого чисто этического плана. Сейчас в зоне специальной военной операции в боевых действиях участвуют люди с очень разным статусом. Есть добровольцы, например, батальон имени Шеймуратова. Есть там, значит, вот эти вот ополченцы ЛНР, ДНР. Непонятно теперь, как они будут числиться. Есть регулярные контрактные войска российской армии. Теперь к ним добавятся еще мобилизованные. И еще получаются вот эти вот уголовные батальоны. Они все равны в своем статусе, в своем, так сказать, отношении с государством и так далее. Ну, мне кажется, что кадровые военные, например, они не согласятся с подобной уравниловкой и с подобным отношением, что их ставят на одну доску с людьми, которые приступили закон, и за счет повышения собственных рисков пытаются искупить свою вину перед государством либо избежать длительного уголовного наказания. В общем, подобные вопросы, конечно, в массе своей присутствуют. Неизвестно, примет ли государственный Дума этот закон. Что-то мне подсказывает, что примет. В том ли виде, который подают его наши башкирские парламентарии или каким-то образом его дополнить, я не знаю. Будем наблюдать, будем понимать, что же происходит в нашем несчастном отечестве. Местечковой сенсацией по республике Башкортостан стало известие о том, что самый скандальный и, как его называют, токсичный вице-премьер правительства Радия Хабирова от руки написал заявление на имя дорогого руководителя о том, что он, Азат Бадранов, собирается записаться добровольцем в Шеймуратовский батальон и потому просит приостановить его полномочия в правительстве. Смех в Башкирии не утихает с того момента, как было опубликовано это заявление. Опросы показывают, что никто практически не поверил в пиар-героизм чиновника и читатели многих СМИ, где проводились эти опросы, уверены в том, что господин Барданов либо пиарится, либо пытается уйти от ответственности тех вопросов, которые возникли к нему у правоохранительных органов. Впрочем, пожелаем Азату Барданову Барданову, тем не менее, сохранить свою жизнь в ходе участия в специальной военной операции, даже если он доедет только до курорта Роза Хутор, как это сделал господин Абдрахманов, там тоже много опасностей, можно и в бассейне утонуть. Пожелаем, конечно же, в здоровом смысле скинуть вес, стать настоящим воином, защитником Отечества. Надеемся, что у него будут в армии мудрые наставники, которые не позволят Азату Шамильевичу погибнуть в первые же минуты боя с солдатской кашей, либо встречей с кровожадными бандеровцами, вышедшими на охоту за свежим салом. Есть, конечно, и вопросы к этой ситуации, на которые пока нет ответов. Например, закрепят ли за Азатом Шамильевичем его штатный внедорожник японского производства и водителя непосредственно на передовой специальной военной операции? Будет ли он проживать вместе с бойцами батальона Шаймуратова в палатках, или все-таки ему будет полагаться отдельный коттедж? Будет ли сделана к этому коттеджу асфальтированная дорога? Ну, вопросов много, мы все это, наверное, узнаем. Если кто-нибудь опубликует вот эту всю историю о том, как Азат Шамильевич браво служит в специальной военной операции. Все это, конечно, отчасти шутки, отчасти не шутки, но, судя по всему, дела обернулись таким образом, что необходимо показать каким-то примером, чьим-то примером, что участие в специальной военной операции это нужно, необходимо и обязательно, что даже чиновники в ней участвуют и так далее. Но на примере Виталия Милонова, который свободно перемещается между передовой и Кремлевским дворцом, мы понимаем, что у нас, как говорится, все равны, но некоторые равнее. И вот подобным добровольцам, таким как Азат Бадранов и Виталий Милонов, позволено существенно большее, чем остальным добровольцам, либо мобилизованным. Они могут по собственному усмотрению покидать расположение воинских частей, перемещаться в пространстве, участвовать во всяких политических и социальных мероприятиях. Ну, по крайней мере, так заявил господин Милонов. И, видимо, так и будет господином Бадрановым. Посмотрим, сколько времени он там продержится, посмотрим, что нам будет явлено в виде доказательств его героического участия в специальной военной операции. В общем, пока это вызвало только усмешку и недоверие. Довольно много событий произошло на минувшей неделе в Башкирии в сфере судебной, в сфере уголовной. Ну и поговорим обо всех этих событиях по порядку. Стало известно, что суд заменил меру пресечения вице-премьеру Беляеву, находящемуся до последних дней под судом о кумертауских очистных сооружениях. И господин Беляев был под домашним арестом. Сидел с браслетом. И теперь суд постановил, что хватит ему сидеть дома, можно теперь гулять, посещать булочные и прочие приятные места. Господин Беляев теперь у нас находится под запретом определенных действий. Ну, там обычно это запрет пользования интернетом и прочими вещами, общения с участниками процесса. Но на самом деле, конечно, подобные запреты суда легко обходятся. Это вам не браслет на ноге и не домашний арест даже. Судя по всему, господин Беляев ожидает скорое, полное оправдание восстановления на рабочем месте. Хотя его подельник Кучербаев до сих пор сидит в СИЗО, обрастая все новыми и новыми эпизодами уголовного дела, и, судя по всему, ему-то как раз не выкарабкаться. Также на минувшей неделе Верховный суд Республики Башкортостан вернул дело Юрия Шевчука об оскорблении жопы его величества в суд первой инстанции. Но Родина так и не превратилась в жопу президента. Жалобу адвоката Шевчука Верховный суд Республики Башкортостан оставил без внимания и рассмотрения. И теперь первая инстанция снова рассмотрит это дело, исправляя процессуальные ошибки, которые были там обнаружены. А вот скандально известный экс-адвокат Войцах на прошлой неделе внезапно схлопотал четыре года реального срока колонии общего режима. Следствие утверждало и доказало в суде, по крайней мере на данный момент, что господин Войцах предпринимал попытку мошенничества в банковской сфере, подавая в банки недостоверные документы с целью получения кредитов. Впрочем, кредитов он так и не получил. Банки отрицают какой-либо ущерб, который был им нанесен Войцаху. То есть ущерба это деяние не повлекло за собой. Однако суд, с чем необходимым, все-таки за попытку вот этого мошенничества господина Войцаха закатать на четыре года в тюрьму. А вот хоккеисты Салават и Елаева за попытку купить военные билеты и тем самым избежать службы в армии и, видимо, не быть мобилизованными, отделались только штрафами. Мне вот интересно, теперь и их мобилизуют или только поругают в раздевалке вот этих вот бородатых хоккеистов, которые, значит, играют на Засалават и Елаева. Им что за это полагается? На фронт, в специальную военную операцию или все-таки в раздевалке по копе? А еще в Башкортостане на минувшей неделе было возбуждено очень интересное уголовное дело, за которым мы будем наблюдать пристально. В прошлом году в городе Сибаев отремонтировали дорожное полотно на улице Горького. Однако следствие МВД выяснило, что денег на ремонт этой улицы и на проведение этих работ изначально в администрации Сибаев не было. На тот момент администрацию Сибаев возглавлял господин Авзалов, ныне министр туризма. Так вот, даже в отсутствии денег на ремонт господин Авзалов и его администрация заключают контракт с некой фирмой, которая, как утверждает опять же следствие МВД, аффилирована с руководителями Минтранса. Не называется, кто это, Булышев или Жульков. Однако, после того, как контракт был заключен, деньги тут же нашлись и Минтранс через того же самого руководителя, не поименованного пока, способствуют выделению этих денег на ремонт этой улицы. Ну да ладно, предположим, ремонт проходит, администрация Сибаев безупречно принимает работы, но теперь экспертиза и следствие устанавливают, что работы были произведены недолжным образом, недолжным качеством, не соответствуют ГОСТам, толщина асфальта и прочее, прочее, прочее. То есть, чиновники Сибаевской администрации, возглавляемой господином Авзаловым, намеренно приняли некачественные работы, тем самым позволив, по сути, похитить деньги, которые им выделили чиновники Минтранса. Ну, налицо здесь некое сообщество чиновников муниципалитета и республиканского ведомства. Вчера уже прошли обыски у господина Булышева и в администрации города Сибаев. Будем внимательно наблюдать за появлением новой парочки кандидатов на скамею подсудимых. Это кто-то из Минтранса, Булышев, Жульков, или еще кто-то, но вероятнее всего, эти два, и господин Авзалов, потому что именно он возглавлял администрацию Сибаев на момент совершения этого деяния. В общем, если уж пошла такая пьянка, то не пора ли провести экспертизу, например, асфальтобетонного покрытия той самой скандально известной дороги Тастубосадка, где в трещины новенького асфальта помещается целый взрослый человек. В общем, много чего у нас можно проинспектировать и, как говорится, самое главное, не выйти на самих себя. Стало известно, что строительство двух скандальных высоток 34 и 35 этажей общей площадью 40 тысяч квадратных метров на улице Шата-Руставилля судя по всему, все-таки состоится. Зря Ради Фаритович топал ножкой, что-то там кричал про кишки порвете. Похоже, что Ратмир Мавлиев и ПСК-6 переиграли излишне эмоционального губернатора на его же собственном юридическом поле. А вот сам Ратмир Мавлиев очевидно войдет в историю Уфы как самый сговорчивый, самый договороспособный городоначальник. Он согласен буквально на все. Приходят люди к нему и говорят, мы хотим в парке строить жилой комплексы. Ратмир Мавлиев согласен, говорит, конечно, строите, если люди хорошие. Приходит ПСК-6, говорит, ну, все, надо начинать строить, у нас тем более все документы на руках, на шата расставили, Радий Фаридович все забыл, успокоился, да и не до этого ему. Ратмир Мавлиев говорит, да, конечно, если люди хорошие, строите на здоровье, тем более бумаги у вас практически все на месте. В общем, хотите строить, строите, где хотите. Даже там, где Радий Фаридович обещал кишки кому-то там вырвать, без проблем, стройте. Подобная сговорчивость, конечно, может объясняться разными причинами, ну, в первую очередь, возможно, это банальная некомпетентность, потому что, ну, откуда бы взяться этой компетентности вот этого любителя самокатов из Нефтекамска, да и, собственно, вся мэрия наша больше похожа на команду КВН, чем на серьезный административный орган. Во-вторых, причине подобной сговорчивости может быть, конечно же, банальная алчность и коррумпированность чиновников. В-третьих, конечно, могло что-то поменяться в концепции. Хотя, конечно, Хабиров же, он у нас человек только со скоростью вперед, у него задней скорости нет, и, как бы, вот эти кишки порвете, это тоже никто не отменял. В общем, конечно, судя по всему, авторитет городоначальника возрастает в Уфе, а авторитет губернатора падает, ну, судя по тому, какие решения принимаются, потому что и по высоткам на госцирке Хабиров как-то так вяло сказал, что, ну, вот, если уж там все бумаги подписаны, то пускай строят. Ну, видимо, то же самое происходит и с высотками на улице Шатар-Ставелье. Пока Хабиров трогательно печется о рационе мобилизованных и добровольцев шеймуратовцев, школьное питание в Республике Башкортостан очевидным образом стремительно деградирует. На этой неделе мы как-то вот синхронно получили сразу несколько подтверждений этого процесса. Родители в гневе присылают фотографии того, чем пытаются кормить их детей. Вот, например, так называемый полноценный горячий обед школьника-леготника из Башкирии. Посмотрите, полюбуйтесь, насколько он полноценный и насколько он горячий. А вот, простите за выражение еда в школьной столовой города Нефтекамска родители сообщают, что автор этого кулинарного шедевра И.П. Умурбаева, если я правильно произношу, на вид, конечно, это абсолютно несъедобная и подгоревшая вещь, а каша, судя по всему, уже никогда не отклеится от тарелки. Мы продолжаем вести опросы в нашем телеграм-канале и всю минувшую неделю мы опрашивали наших подписчиков на тему их реакции. Если им или их детям принесут повестку на мобилизацию, каким образом они готовы действовать. Результаты опроса меня, честно говоря, удивили. Я сейчас объясню, почему. Опрос в этот раз тоже получился очень массовым. Почти 1100 человек в нем поучаствовало. Вообще, наш телеграм-канал очень интенсивно растет. Там разворачиваются нешуточные дискуссии по разным вопросам. Так что подписывайтесь и присоединяйтесь. А вот реакция на вопрос, что будут делать наши подписчики, если им принесут повестку, следующая. 11% опрошенных заявили, что они предпочтут тюремный срок в службе в зоне специальной военной операции. Необычная реакция. 11% это довольно-таки много. Потому что тюрьма и армия это как разные вещи. Но судя по инициативе Башкирского госсобрания это теперь вещи становятся практически тождественными. 14% опрошенных согласны отправиться в воевательный рейт. Но вот эта цифра меня удивила своей малочисленностью. Если честно, я думал, что их будет существенно больше. Поразительно, но 21% опрошенных готовы дать отпор мобилизации. Правда, не конкретизируя таким образом, но именно дать отпор. И предсказуемо 54% опрошенных заявили, что в случае попытки их мобилизовать, они ударятся в бега, либо обеспечат своим детям какое-то убежище. Но тут, конечно, честно говоря, ничего удивительного. Больше половины опрошенных не готовы принимать участие в специальной военной операции и готовы прятаться столько, сколько это нужно от властей и военкоматов. Повторюсь и призываю вас вновь ставить лайки нашему каналу, подключаться к телеграм-каналу, комментировать наши видео, участвовать в дискуссиях в телеграм-канале. В общем, всех вас ждем и ожидаем от вас обратной реакции. Субтитры создавал DimaTorzok